Образование и воспитание – главная составляющая концепция международного фестиваля «Кино детям». Почти четверть века единственный в стране кинофорум такого масштаба знакомит детей с качественными документальными, игровыми и анимационными лентами как российских, так и зарубежных авторов. Показы, творческие встречи и мастер-классы от мэтров киноиндустрии идут в мультиплексах, домах культуры и школах Самарской области. Всего в этом году 110 фестивальных площадок. 56 кинолент вошли в конкурсную программу. Фильмы профессиональных режиссеров по традиции оценит детское жюри. А взрослые эксперты выберут лучшие картины, снятые юными авторами. В этом году это 89 работ. Программа кино «Снимаем сами» в этом году очень большая. От Камчатки до Калининграда к нам прислан очень много фильмов. Эти дети, которые снимают сейчас такие маленькие фильмы, «Может быть, они будут будущим нашего кинематографа». Международный кинофорум проходит при поддержке областного правительства. Приветственный адрес участникам и зрителям фестиваля направил губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что за время своего существования кинофорум стал одним из самых ярких событий в культурной жизни Самарской области. Уникальные фильмы, увидеть которые можно только на этом фестивале, пробуждают в детях интерес к истории страны и родного края, учат ценить и понимать прекрасное. Тем не менее, собрать программу фестиваля в этом году было особенно трудно. Кинематографисты бьют тревогу. Фильмы для детей в России почти не снимаются. Первая причина – финансирование, вторая – продвижение. Добрые некоммерческие ленты, частные и киноплексы в прокат берут неохотно. Хотя и режиссеры детского кино, и актеры-энтузиасты есть. Я бы с удовольствием снималась в хороших фильмах. Вы знаете, пригласили меня на какую-то там прабабушку даже, я бы пошла. Если бы это был хороший интересный сценарий, был бы глубокий сценарий, чтобы там был бы хоть какой-то смысл во всем этом сценарии, потому что я много снимала в детских картинках. Должен быть принят закон, что в этих кинотеатрах американских хотя бы в субботу и воскресенье сеансы в 9 и в 11 часов были с программой детских российских фильмов. Вот тогда будет и спрос ясен, и тогда двинется детское кино. Клим прав, что есть такой прессинг, забыть, стереть, пусть подсмотрят то кино. И очень трудно пробиваться нашим картинам на экран, и уже попкорн, он уже схватил душу наших ребят. Наши дети знают, на каком месте у Шварценеггера прыщик, и уже не помнят, кто такой Юнковский. Не знаю. Еще один вопрос, как сделать детское кино ближе к целевой аудитории. Большая возможность для наших зрителей познакомиться с фильмами, которые мы не так часто видим сегодня в кинотеатрах и по телевидению. Это серьезная тема, которую, конечно, необходимо обсуждать, как сделать так, чтобы детское кино сегодня было не только фестивальным, но и общедоступным. Это то, чего сегодня действительно, может быть, не хватает. Проблемы создания фильмов для подрастающего поколения обсудят 24 апреля за круглым столом в Москве. Но показы в рамках 24-го международного фестиваля кино детям в Самарской области будут идти до 19 апреля. Анастасия Зубарева, Алена Власова, Алексей Гриднев. Новости губернии.